Говорит и показывает Минск Добрый день, друзья! В эфире программа «Говорит и показывает Минск». Традиционно в роли ведущего Дмитрия Портона, как мы анонсировали на портале «Минск Ньюс Бай». Сегодня гость нашей студии, заведующий отделением городской детско-инфекционной больницы Минска, кандидат медицинских наук, доцент Александр Кудин. Александр Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Ваша детская больница, вот пишет Минский курьер газета, была создана в 1987 году. В общем, довольно молодое лечебное учреждение. И вот пишут, что сейчас она является самым крупным детским стационаром в Минске и единственным детским инфекционным стационаром в стране. Почему только в 1987 году создали, почему тогда? Ну, по-видимому, возникла такая необходимость в создании такой больницы, потому что в то время количество инфекционных заболеваний, в том числе детских инфекционных заболеваний, зашкаливало. И в первую очередь это касалось, конечно, вирусных гепатитов. Я не знаю, помните ли вы те времена, но у нас в сезон большинство детских больниц закрывались под вирусные гепатиты. То есть дети настолько часто болели, настолько много было этих случаев, что приходилось закрывать детские стационары под эту патологию. Ну, кроме того, раньше значительно чаще встречались воздушнокапельные инфекции, такие как корь, краснуха, паратит. Нет, нейроинфекции было больше, чем сейчас разных менингитов, менингококковых и не только менингококковых. Энцефалитов инфекционных тоже было достаточно много. И вот конец. В 90-е годы где-то у нас достаточно часто, вот скажем, был, встречался герпетический энцефалит, один из самых, если не самый тяжелый из вирусных энцефалитов. К счастью, в то время уже появились средства, которые позволяли лечить этот энцефалит, потому что без адекватного лечения этиологического, то есть воздействия на самого вируса, этот энцефалит заканчивался летально там в процентах 70-70. Возникла необходимость централизованного лечебного учреждения. Вы возглавляете 5-е отделение больницы тоже. Чем занимается ваше отделение? Какие проблемы решает? Ну, скажем так, чаще всего мы лечим детей с сочетанной инфекцией, имеющих какую-то респираторную патологию и кишечную патологию. Но при необходимости любое отделение, в том числе и наше, может быть перепрофилировано для лечения какой-то конкретной патологии, которая вот на данный момент является более значимой. Ну, вот классический пример, когда ковид случился, у нас все отделения по несколько месяцев работали с ковидами. Я сразу подхвачу эту тему. Действительно, мир несколько лет назад принял этот жесткий вызов, пандемия ковид, коронавируса. И поначалу писали, что вроде как для детей это безопасно, что детей он не трогает. Но потом говорили, что появились штаммы, которые омолодили ковид, там, дельта, еще какие-то. Начались различные в интернете, хотя это не показатель, но публикации о том, что тяжелые последствия для детей имеет ковид-19. Какова реальная ситуация, какие последствия для детей вы фиксируете? Ну, на самом деле, я думаю, что то, что говорилось раньше, справедливо и сейчас. То есть, когда ковид только появился, взрослые болели не то, что чаще, они болели тяжелее. Дети, потому что тоже болели, просто легче переносили. Почему сейчас чаще болеют дети? Ну, по нескольким причинам, на мой взгляд. Ну, во-первых, детей не вакцинируют. До сих пор, по крайней мере, у нас. И, соответственно, подкрепить иммунитет, даже если человек переболел, ребенок переболел ковидом, без подкрепления вакцинации он... Ну, подросткам же рекомендована какая-то вакцинация. Подросткам, да. Но это, мы говорим о детях вообще, это от нуля. Маленьких. Да. Это первое. Второе. С учетом того, что сейчас вирусы потеряли свою, коронавирусы потеряли свою такую агрессивность, то есть, они легче передаются, легче распространяются среди людей, но при этом вызывают менее тяжелые формы болезни. И так как дети, как я уже говорил раньше, вроде бы болели меньше, то они сталкиваются сейчас с этим вирусом и не имея иммунитета, или имея его слабый, и без вот этого подкрепления с помощью вакцины болеют. Плюс, нужно сказать, что и диагностика же сейчас поставлена на совсем другой уровне, чем это было в самом начале. У нас сейчас каждый ребенок, который поступает к нам в больницу, обследуется на коронавирусную инфекцию. А вот все-таки о последствиях, да, вот насколько вот эта паника имеет место, право быть, вот о том, что якобы ковид тяжелые последствия. На самом деле, здесь у детей нет никаких особенностей. Тяжело протекает ковид и у детей, и у взрослых на определенном фоне. Это люди, и дети, и взрослые, с сахарным диабетом, с ожирением, с хроническими заболеваниями сердца и легких, с какой-то иммунной недостаточностью, ну, вот в том числе дети с онкологическим заболеванием, у которых есть иммунодефицит, связанный и с самой болезнью, и с лечением. То есть... Выделить детей как фактор риска, да? Да, здесь не приходится. Единственное, что действительно выяснилось относительно недавно, это то, что, если раньше мы считали, что беременные переносят достаточно спокойно эту инфекцию, во всем случае на плод это не влияет, то сейчас появились данные, по которым получается, что все-таки плод страдает. И, конечно, беременным лучше не болеть. Это, в принципе, касается не только ковида. Но вот для ковида сейчас это тоже уже доказано. Вот портал Минск Новости пишет, Минск Ньюс Бай, на базе вашей больницы действует городской центр вакцинопрофилактики детей и республиканский центр детской инфекционной патологии. В двух словах, что это за такие направления деятельности больницы? Ну, наш центр вакцинопрофилактики, я считаю, один из самых хороших в Минске, потому что работают, как правило, с качественными вакцинами. Закупаются по возможности самые достойные, если так можно сказать, вакцины. И поэтому, если какая-то вакцина нужна, на мой взгляд, в первую очередь надо искать ее у нас, потому что если у нас ее нет, вряд ли она есть где-то. То есть это центр, который вакцинирует детей, образно говоря? Совершенно верно. А что касается вот этого детского консультативного центра инфекционного, то он предназначен в первую очередь для диспансерного наблюдения за детьми с определенной патологией. Ну, скажем, там наблюдаются дети с хроническими гепатитами, с ВИЧ-инфекцией, с дети, которые перенесли нейроинфекции, и особенно если у них развились какие-то последствия, осложнения. Вот за такими детьми нужно наблюдение, и нужно подбирать им терапию. И достаточно долго. На сайте вашей больницы тоже прочел, что вы являетесь клинической базой кафедры детских инфекционных заболеваний, а также двух медицинских колледжей, у вас ведутся научные разработки. Вот скажите, как за последние годы вообще видоизменилась вот эта научная разработка и вообще заболеваемость детей? Вот что врача в 1987 году беспокоило тогда, а что сейчас? Как это поменялось? Ну, я чуть утащил вначале, у нас работает не только кафедра детских инфекционных болезней нашего медицинского университета, но и кафедра инфекционных болезней с детскими инфекциями БЕЛМАПО, Академии постдипломного образования, кафедра педиатрии у нас работает, эпидемиологии, то есть там... Ну, естественно, коль вы такой республиканский единственный центр. Что касается изменений, безусловно, если я иногда вспоминаю, как мы лечили, диагностировали болезни, лечили их вот 30-35 лет назад, вот больницы, мы осенью отмечали 35-летие больницы, просто я поражаюсь, насколько мы далеко ушли вперед от того, что было. Ну, в качестве примера я приведу вот такой факт, который меня очень впечатлил. В свое время я даже статью на этот счет писал. Когда я вот начинал работать, там, в 80-е годы, 90-е, у нас от тяжелых, молнионосных форм инфекции погибали почти все. То есть летальность там была процентов 95. Когда наши рейматологи, честь и слава, внедрили новые методы лечения в тактику ведения таких больных, у нас летальность сразу снизилась до 38%. А вот в наше время у нас, в принципе, если ребенка успевают до нас довезти, то почти не умирают дети от того, что раньше было практически абсолютно смертельным. Вот. Ну, и так можно сказать о многом. Там, лечение, скажем, гепатитов, особенно гепатита С. Когда-то это была, ну, такая проблема пожизненная с очень такими невнятными перспективами, если так можно сказать. В наше время, когда появились, ну, лет 10 назад, наверное, появились средства лечения этой вирусной инфекции, прогноз значительно улучшился, и люди не только перестают болеть, они полностью избавляются от возбудителя. Я считаю, просто это чудо. Вообще, к так называемым неизлечимым болезням, да, такие страшные болезни раньше были, как полиэмилит, менингит, там, свинка, так в простонародье называлось, да, другие, вот то, что Вы вспомнили, гепатиты, и благодаря усилиям медицины, разработкам фармацевтии, да, как-то это все удалось преодолеть. Вот какова вероятность на сегодняшний день массового появления таких заболеваний, и что Вы порекомендуете с целью их профилактики? Ну, в первую очередь удалось перевести большинство из этих инфекций, вот хорь, краснуха, паратитная инфекция, там, гемофильная инфекция, как ли уж их удалось перевести в так называемые управляемые инфекции. То есть, с внедрением в работу врачей вакцинации против этих инфекций, они практически исчезли. Ну, скажем, я в своей жизни видел кори, когда начинал работать, ну, это было, в общем-то, достаточно рядовое. Ну, сейчас опять говорят о появлении кори, да? У нас в республике бывают случаи, не каждый год, кстати говоря, но бывают случаи, но эти случаи практически только завозной кори. Своей кори у нас нет, слава богу. То есть, я... Но завозная лечится. Ну, это одна из разновидностей вирусных инфекций. Здесь важно дать человеку создать условия для выздоровления. То есть, у нас нет средств воздействия на сам вирус, но помочь человеку перенести более-менее легко эту инфекцию, предупредить развитие осложнений или вылечить осложнений, если они развились, да, можно. То есть, важно вот в профилактике этих тяжелых болезней соблюдать те требования, которые, в общем, родителям предъявляют наши участковые. На них, конечно, большой лежит кусок работы в отношении вакцины-профилактики, но зато это уберегает наших детей от болезней. Ну, в первую очередь, это вакцинация, простым языком, да? В полиэмилит и так далее, это вакцина, да? Да. Как вы вообще относитесь к тем мамам и папам молодым, наверное, вы слышали, антиваксерам таким, да, которые принципиально не прививают своих детей, считая это каким-то злом? Я не понимаю логики этих людей, честно говоря, потому что вакцина не придумывается просто так. Любая вакцина, которая придумана и внедрена в практику, она основана на большом количестве исследований о значимости той или иной инфекционной патологии для человечества вообще. И когда-то я услышал такую хорошую фразу, что по оценкам ВОЗ, это еще там где-то в 80-х годах прошлого века, эксперты ВОЗ постулировали, что самый большой вклад в защиту здоровья населения от инфекционных заболеваний внесли две вещи – это обеспечение людей чистой водой и вакцинация. Да. Вот на сайте больницы вашей написано, что вы активно внедряете новые технологии в лечебно-диагностические процессы, осуществляете тесную взаимосвязь науки и практики. Ну, отчасти вы об этом уже сейчас рассказали. Вот как реально просто интересно работает этот механизм и достаточно ли в вашей больнице необходимого оборудования, лекарственных препаратов, все-таки дети? Я считаю, что наша больница очень хорошо снабжается. Что касается внедрения новых технологий, у нас есть для этого возможности и материальные в плане обеспечения, и научные в плане помощи вот этих большого количества кафедр, которые есть в больнице и которые помогают с внедрением этих новых методов диагностики и лечения. Что касается оснащения нашего, то я думаю, что многие в больнице могут нам позавидовать, потому что у нас есть и кабинет КТ-диагностики, МРТ-диагностики, отделение УЗИ-диагностики. У нас отличная лаборатория клиническая, вирусно-бактериологическая. После ремонта, который закончился относительно недавно, нам поставили оборудование за очень приличные деньги, которое позволяет получать такие результаты, исследования которых раньше мы просто не имели. А соответственно, вы же понимаете, что в лечении, в прогнозе разных патологических состояний, в первую очередь важно правильно определиться с диагнозом. А дальше уже можно подбирать лечение и рассчитывать на инфекции. Так вот, если у нас такая возможность есть, то, конечно, выявить вот эти часто необычные, может быть, часто сочетанные инфекции. Потому что, если раньше, ну, к примеру, мы ставили диагноз кишечной инфекции, грубо говоря, водянистая и инвазивная диарея. То сейчас мы можем это водяниство расшифровать, и там оказывается, что там может оказаться не один вирус, а два вируса, три вируса. А может сочетаться вирусная инфекция с бактериалей. И вот эта диагностика как раз основана на новых современных способах, которые у нас есть. И вот если сделать такую небольшую ромарку, которая меня вдохновляет очень, когда к нам попадают люди на лечение не из нашей республики, а, скажем, ну, вот из Украины, из России, там, из республик Средней Азии, и даже врачи, которые там работали, они поражаются тому, как много у нас всего есть для диагностики и лечения, и как много мы можем. Друзья, я напомню, это эфир «Радио Минск». Программа «Говорит и показывает Минск», ведущий Дмитрий Портон, и в гостях нашей студии заведующий отделением городской детской инфекционной больницы Минска, кандидат медицинских наук, доцент Александр Кудин. И, соответственно, что мы сегодня говорим о детских инфекционных болезнях, в преддверии больших школьных каникулах, ну, даем советы родителям, бабушкам и дедушкам. Ну, вот теперь ближе к советам, что ли, конкретным. Часто пишут, что у современных детей ослаблен иммунитет. Вот к инфекционным различным заболеваниям реально ли вы фиксируете подобную картину? И вот что посоветуете родителям, чтобы минимизировать эту проблему? Ну, тема недостаточности иммунитета – это, наверное, самая популярная тема, которую обсуждают… Это так или нет? Молодые мамы и обращаются с этими вопросами к врачам постоянно. На самом деле нет. У нас дети с действительно серьезными иммунодефицитами, они болеют совсем не так, как большинство детей. И многие из этих детей действительно с серьезной иммунной недостаточностью, они, к сожалению, часто не жизнеспособны и без специальных, современных, кстати говоря, методов лечения, которыми владеют, ну, по крайней мере, частично наш центр детской онкогематологии, у них перспектив нет, они рано погибают. А то, что большинство родителей называют иммунодефицитом у детей, потому что вот он часто болеет. Вот ребенок пошел в сад и начал болеть. Две недели болеет, две недели ходит сад, две недели болеет, две недели ходит сад. Это было всегда. Совершенно верно. Родители просто не помнят, какими они были. Они были такими же. Это же их ребенок. Значит, у него и иммунная система примерно та же, что… Да, Александр Петрович, эфир немножко ограничен. Вот в связи с этим существуют ли какие-то специальные, что ли, терапии для того, чтобы дети меньше болели? Вот говорят родители, вот как вы сказали, постоянно болеют. Что нужно сделать, чтобы меньше болел? Ну, во-первых, если они хотят что-то реально сделать, пусть проводят вакцинацию. Любая вакцинация против любого возбудителя, она оказывает двоякое действие на иммунную систему. С одной стороны, она защищает против той инфекции или тех инфекций, против кого она направлена. Это, естественно, все это понимают. Но мало кто задумывается о том, что для того, чтобы этот иммунный ответ сработал, иммунная система полностью, вся иммунная система должна быть активирована и активироваться. То есть, тем самым мы повышаем… Так, вакцинация, что-то еще. И плюс то, что нужно любому человеку для того, чтобы нормально работала иммунная система. Имеется в виду хороший отдых, достаточный сон, полноценное питание и умеренная физическая активность. То есть, крайности, когда нет физической активности или она спортивная, это, конечно… Что занадто, то нездрово. Совершенно верно. Вот вы об этом сказали, это все доктора, в принципе, утверждают, что важна ранняя диагностика любых заболеваний. Вот дайте нашим слушателям и зрителям на YouTube-канале тоже, по каким признакам родители, бабушки, дедушки смогут определить начало какого-то тяжелого заболевания у ребенка, чтобы мгновенно нужно было обращаться к врачу. Ну да, сама по себе температура – это ведь не повод для того, чтобы бить тревогу и там как-то сразу хвататься за телефонную трубку. Но резкое начало заболевания с очень высокой температурой, особенно если это сопровождается появлением какой-то сыпи, если это сопровождается нарушением сознания. Вообще любое нарушение сознания, даже без повышения температуры, причем как со знаком плюса, так и со знаком минус, либо угнетение сознания, либо избыточное возбуждение, галлюцинации, деление. Такое это всегда настораживает и всегда требует срочного осмотра у врача, ну или вызова скорой помощи. Далее, к таким тревожным критериям нужно отнести отказ ребенка от еды и питья, повторная рвота, когда дома не удается ее остановить, отсутствие мочи достаточно долгое время. Ну, как минимум, если 6 часов ребенок не мочился, это очень тревожный симптом. Если брать жидкий стул, то очень частый жидкий стул, опять-таки, как правило, он требует инфузионной терапии или примесь крови в стуле, это тоже всегда настораживает. Судороги, если случились, да, это повод сразу обращаться к врачу. Ну, а остальные ситуации, я думаю, что они могут решаться в плановом порядке. Вот хотелось бы еще по профилактике немножко поговорить. Вот в преддверии школьных летних каникул часто пишут о том, что дети отравились где-то либо в школе, либо у бабушки, у дедушки, либо в лес, либо что. Часто ли вообще вы сталкивались со случаями сложных, тяжелых отравлений? С чем это связано? И тоже, что делать в таких случаях? Ну, честно говоря, на мой взгляд, вот такие серьезные тяжелые отравления, которые могут быть связаны с употреблением каких-то ядовитых грибов, ядовитых ягод, с употреблением лекарств, вот как дети. Ну, да, бывает, дети какую-то жидкость выпивают случайно, думая, что это вода. Все-таки такое бывает крайне редко, и они попадают, может быть, вначале к нам, потом мы их переводим, или вообще сразу не к нам. А все то, что люди называют отравлением, все-таки чаще всего это, скорее всего, манифестация какой-то кишечной инфекции, а чаще вирусной, потому что их просто больше, вирусных кишечных инфекций, больше, и они часто стартуют с появления рвоты. Причем там даже не всегда доходят до поноса потом. И, скажем, попадая к нам, эти дети на фоне адекватной инфузионной терапии очень быстро приходят в себя, и буквально там за 2-3 дня они уходят домой. Вот отдельная тема купания детей, это всегда какие-то проблемы, впрочем, как и взрослых, да, в каких-то водоемах непонятных они купаются, потом инфекции. Плюс бассейны. Вот посоветуйте, как себя вести, как к этому относиться, и заодно скажите, как вообще относитесь к идее, чтобы ребенка к морю повезти на летние каникулы. Ну, что касается открытых водоемов, то здесь я должен сказать, что, наверное, основная роль в профилактике болезней у детей, посещение таких водоемов лежит на их родителях. Потому что определять, где ребенку можно плавать, где нет, должен взрослый человек, потому что детям часто просто достаточно, вот вода есть, куда можно булькнуться, вот они там и забавляются. Не обращаться надо только там, где разрешено. Ну, там рядом, скажем, какой-нибудь хлев, да, или рядом поле, с которого смываются все эти удобрения, да, или рядом какое-то промышленное производство. Ну, ведь не секрет, что такое бывает, и сбросы бывают туда. Сам запах вот этого водоема гнилостный, конечно, он должен останавливать людей от купания в таких водоемах, потому что ни к чему хорошему это не приведет. По поводу бассейна. Что касается бассейна, бассейны, конечно, в этом плане защищены лучше, но, к сожалению, и там возможно зацепить все-таки инфекцию, потому что, к сожалению, не все вирусы, в первую очередь я буду говорить о них, потому что вот они чаще вызывают заболевания вот после посещения бассейна, ну, в частности, интервирусы. Вот они достаточно стойкие во внешней среде и не всегда удается с ними справиться теми методами обеззараживания, которые используют. То ли в силу нарушения технологии, то ли в силу особенностей вируса, но такое возможно. Поэтому я могу только сказать, что главное не глотать воду хлорированную. Ну, и последний вот момент этого моего вопроса – это поездки к морю. Рекомендуете? Ведь, конечно, рекомендую, если такая возможность у людей есть, потому что не все же могут. Естественно, да. Но если такая возможность есть, потому что в первую очередь это положительные эмоции. А мы говорили насчет здоровья, насчет иммунитета, вот положительные эмоции, как известно, это доказано, они повышают иммунитет. Ну, и плюс солнце с витамином D, да, плюс активный отдых. Ну, все это создает условия для действительно реального укрепления здоровья. И даже то, что дети плавают в море, это ведь один из вариантов закаливания. Самый, как бы сказать, потенциально сильный метод закаливания – это именно купание. Да, Александр Георгиевич, в конце всем нашим гостям, медикам, докторам мы традиционный вопрос задаем, это какие-то советы дать. Ну, мы полпрограммы давали, советы профилактические. Вот если подытожить их, что посоветуете родителям, у нас в первую очередь взрослые слушатели, так, чтобы отпуск детей был веселым, радостным, а не испорченным? Вы знаете, ну, действительно, мы говорили о частностях, а главное, я скажу, это касается не только отдыха, а вообще жизни. Надо жить так, чтобы радоваться жизни, чтобы жизнь радовала, и тогда все у вас будет хорошо, и со здоровьем в том числе. Вот у нас прекрасное окончание программы «Чтобы жизнь радовала». Друзья, я напомню, это был эфир «Радио Минск», ведущий Дмитрий Портон, программа «Говорит и показывает Минск». В гостях нашей студии был заведующий отделением городской детско-инфекционной больницы Минска, кандидат медицинских наук, доцент Александр Кудин. И, соответственно, что сегодня говорили о детских инфекционных заболеваниях, в преддверии больших школьных каникул и давали советы родителям, бабушкам и дедушкам, как сделать летний отдых для ребенка максимально безопасным. До встречи в следующую пятницу, хороших выходных и радуйтесь жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok